Всем привет, вы на канале СТХ, с вами Виктор и мы продолжаем делать обзоры в мире кораблей. Сегодня у нас на обзоре линкоры Тарии Руджера Дилавури. Да, знаю, обзор запоздал, но вот появилась новость о его возвращении в клиент с возможностью приобретения. Основные черты корабля, ТТХ, плюсы, минусы, ну, по стандарту теперь рассмотрим в бою. Конечно же, пройдемся по основному вооружению, снаряжению, выживаемости, динамике и позиционированию корабля в бою. Снаряжение корабля представлено самым стандартным образом. Ремка стандартная по меркам класса, хилка в количестве 5 штук, суперинтенданта. Ну и, конечно же, корректировщик огня, либо истребитель на выбор. Тут что-то более добавить нечего, поэтому перейдем к выживаемости. И тут мы уже остановимся подробно, так как есть о чем поговорить. Количество очков боеспособности 79200, ПТЗ 38%. И если к ПТЗ петензии нет, оно в целом неплохое, то к ХП, казалось бы, нужно придраться. Как так, 70К ХП, а ниже капец как выделяется на фоне десятых линкоров и оставляет вопросы, а почему так мало? И уже тут мы переходим к нашему бронированию. В нем-то и кроются все интересные моменты. Носовая, кормовая обшивка составляет 32 мм без дополнительных бронепоясов. Палуба охватывающая, две носовые башни тоже 32 мм. А дальше уже пошел полный миг. Каземата носовых и кормовых башен составляет 50 мм. Центральная часть у нас уже 150 мм, чуть ниже 350 мм. А вот бронепояс цитадели 457 мм. И это показатель выше даже, чем у Ушакова. И лишь 3 мм проигрывает Сацуме. И это очень сильный бронепояс, который на дистанции позволяет танковать практически все. И пробить его будет крайне сложно. Еще момент. Палуба на корме составляет от 120 до 170 мм. И пробить вы ее не сможете ничем и никак. Не то что фугасами, так и бронебойками калибра 460 мм и выше. Нет шансов пробить вас через палубу. Ну просто все будет уходить в рикошет. Так еще от фугасов и от полупронебоя хорошо защищены. Но, ну, пожары, они никуда, так скажем, не делись. В целом корабль очень хорошо защищен. Да, на носу есть участки, куда фугасы калибра 203 мм и выше. В том числе 150-180 мм с инерционным взрывателем будут пробивать. Но это надо выцеливать. А это уже не так просто. Но не обошлось и без ложки тегтя в данном сарае. В центральной части цитадель линкора приподнята. Из воды аж под уровень труп. И это единственное уязвимое место, куда вы можете пробить данный линкор в цитадель. Если он подставился. Но и откровенно в тупой урон на ближней дистанции. Ключевое тут, если подставиться. За все наигранные бои линкор показал себя как с максимально хорошим бронированием. И дает комфорт и уверенность при игре на нем. Отсюда и меньшее количество очков боеспособности. Это компенсирует бронирование. Маневренность. И тут все прекрасно. Лично я тащусь от быстроходных линкоров по типу Джорджи, Винсента и вот Лаури. Скорость с ложком составляет 36,8 узлов. С перком, а я и вам советую, 44 узла. И это очень быстро. И во многом такая скорость позволяет уклоняться. От залпов не каждый по вам сможет зайти. Помимо прочего, не каждый авианосец сможет грамотно скинуть торпеды. Зачастую британцев, американцев. Они сбрасывают вам торпеды вроде бы перед носом, но вы успеваете их просто на все обойти. Во многом такая скорость еще и позволяет, ну не только уворачиваться от залпов авианосцев и соответственно других кораблей. Но и помогает хорошо себя позиционировать в бою. Когда вы на 40 узлах, в инвизе, можете быстро сменить позицию, переместиться, подловить кого-то в борт и все в этом дуге. Далее. Перекладка рулей 13,6. Тоже положительный показатель. А вот калькуляция огромная. Составляет 1000 метров. Но я так и не встретил в этом проблемы и неудобств не возникало. В целом по динамике линкора давит только позитив. Переходим дальше. Маскировка. Тут тоже положительные черты корабля. И составляет она 12,3 при полной раскачке. И это тоже очень комфортный показатель. Позволяет сближаться, когда нужно для идеального выстрела. Так и отсветиться в сложный момент. Одним словом, для 10 линкора маскировку тут на высоком уровне. И вот мы пришли к основному. А это наше основное вооружение. Главный калибр представлен четырьмя башнями по два орудия. Калибром 457 мм. С итальянской особенностью. А это полубронебойные снаряды. В наличии также бронебойки. Альфа полубронебойок составляет 16600. Не забываем, что это альфа цитадельно. И цитаделите вы, ну, всякие Нептуны, Смоленские. Вот это вот вся история. Бронепробитие 114 мм. Бронебойк 14900. Баллистика не идеальна. Она в стиле итальянцев. Но и позволяет вам спокойно стрелять на любую дистанцию. Брать упреждения и не вставлять никого труда. Дальность при 19,3 в стоке. Разгонять не нужно. Есть корректировщик. Рассеивание снаряда оставляет 195 метров. И это довольно-таки точный линкор. Все познается в сравнении. Увы, не хватает веса зал. Но претензий нет. На самом деле, пульки летят. Ну, по крайней мере, стараются лететь в точку. Бывает, конечно, разлетается. Все это упирается в сигму. Но, лично для меня, оставили позитивный осадочек. Касательно перезарядки, тут тоже приятно. 26,4 секунды. Далее, переходим ПВО и ПМК. Оно отсутствует и не имеет смысла в раскачке. Это наша Ахиллесова пята. Придется с этим мириться. Перейдем к позиционированию и итогам. Это все, что нам осталось разобрать в этом обзоре. Настало время обсудить нашу лодку в целом с учетом вышесказанного. Данный линкор не очень сильно напоминает линкор Пруссию заточки в главный калибр. Ну вот, только со своими итальянскими особенностями. Ну вот, прям очень напоминает геймплей Пруссии в ГК. Шикарное бронирование при грамотной танковке позволит вам долго находиться под огнем. Но пожары вы не рикошетите, помните об этом. Касательно ГК, наличие полубронебоя. Конечно, сильно компенсирует стрельбу по целям, которые не подставляются. И выковыривать из них тонны белого урона не составит труда. Как и добрать через настройки. Бронебоевные снаряды очень важны и нельзя ими пренебрегать. В борт стрелякаем ими. Динамик. Дает комфорт перемещению по карте смене позиций. По факту линкор универсала играется, конечно же, в основном от среднего-дальнего боя, но способен играть и в средний-ближний. Забыл отметить, башня вращается быстро и даст комфорт в клинче. С этим нет проблем. Но не забываем, в клинче центральная часть и все-таки под траверс вы будете уязвим. Не знаю как вам, да и решать вам, я фанат данной лодки, мне он дарит комфорт при игре на нем. Распространяться это чудо будет следующим образом. В обновлении 13.1 изменит состав премиум контейнера огневая мощь. Туда он и будет добавлен. Помимо прочего, туда добавят крейсер Брисбон. Ну и конечно же, всем огромное спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в бою. Субтитры создавал DimaTorzok